Сегодня я расскажу вам про историю Калининградского трамвая, проедусь по старым маршрутам и расскажу, какие изменения произошли в трамвайной сети Калининграда за более чем век и какие маршруты было бы хорошо восстановить, чтобы увеличить туристическую привлекательность города. Калининградский трамвай является самой старой трамвайной системой на территории России, берущей начало в мае 1881 года после запуска первой линии конки. В конце мая 1895 года на улицах города появился первый электрический трамвай, первая линия которого проходила от Закхаймских ворот на Московском проспекте до Пилаусского вокзала недалеко от здания современного музея океана. Трамвайное депо было расположено неподалеку от нынешнего дома советов, длина рельсового пути была всего лишь 5,7 километров. Ширина колеи составила 1 метр, такая же ширина колеи осталась в Пятигорске и Евпатории. Сравнивая с сегодняшним самым длинным маршрутом номер 3 протяженностью 21,7 километров от южного вокзала до бассейной улицы, 5,7 километров это было ничто. К примеру, до середины 2000-х годов петербургская трамвайная сеть считалась самой длинной в мире. Сегодня самый длинный трамвайный путь в Петербурге достигает 22,5 километра Сихорецкого проспекта на Васильевский остров. Второй по протяженности маршрут 17,1 километр из стрельной до оборонной улицы от станции метро Навская. Приезжайте вы на южный вокзал и отсюда прям вот идет трамвай номер 3, это один из оставшихся маршрутов трамвайных, который действует по Калининградам. Ну вот, к сожалению, это такой старый вариант трамвая, но вот за ним находится новый, но там сейчас обед, они не работают. Ну все, поехали! После распада Советского Союза трамвайная сеть пришла в упадок и подверглась массовому сокращению, что случилось и с Калининградским трамваем. Администрация Калининграда проводила политику упразднения и ликвидации трамвайных маршрутов в связи с лоббированием интересов маршрутных такси депутатами-владельцами автобусных фирм. На сегодняшний день осталось только два маршрута трамваев номер 3 и 5. В начале 20 века в Калининграде действовало 12 трамвайных маршрутов, которые различались по цветам. Это позволяло людям на остановке не вглядываться пристально в номера на лбу приближающегося вагона, а спокойно ждать своего трамвая. Нумерация трамвайных маршрутов была введена в 1941 году. В 1931 году было открыто новое здание трамвайного депо за строящимся тогда Южным вокзалом. После войны первым и единственным видом городского транспорта в Калининграде стал трамвай. Особенностью Калининградского трамвая первых послевоенных лет было то, что абсолютное большинство пассажиров перемещалось с нем с одного конца города в другой, не выходя в центральной части, которая была полностью разрушена во время войны и практически не заселена. Очередную перекрестку, здесь очень много было разных на этом перекрестке путей, они пересекались. Можно посередине видеть, что там вообще пути обрезаны, заканчиваются. И когда-то там тоже проходил по прямой маршрут. На 1 января 1948 года общая протяженность трамвайной сети достигла 50 километров. К этому периоду износ подвижного состава достиг критического уровня. Возникла необходимость замены изношенных вагонов новыми. Однако в Советском Союзе не выпускались трамвайные вагоны для узкой колеи и нужно было приобретать их за рубежом, в частности в ГДР. В музее Янтаря есть небольшая экспозиция, выставка, посвященная истории относительно трамвайной трассы первой очереди. Утвердить ее восстановление на протяжении 19 километров. И вот здесь также интересно управляющему Калининград Энерго запретить отключение электроэнергии трамвая. Во всех случаях, за исключением аварийных, управляющему Калининградского трамвая в 5-дневный срок выяснить указатели остановок трамвая. В 10-дневный срок с момента получения стекла провести работы по остеклению трамвайных вагонов и к 1 февраля осветить все трамвайные поезда. Ну вот так вот все это работало, все было четко. В начале 80-х годов проводилась плановая реконструкция трамвайных путей, в частности на улицах Багратиона и Суворова. А количество вагонов на линии достигло 120 единиц. В этот период в Калининграде действовало 10 маршрутов. Здесь сегодня заканчиваются трамвайные пути и они шли туда дальше по Гагарина. В советское время трамвайные пути шли вот туда вдаль-даль-даль. Можно видеть по такому углублению. В сети я нашел фотографии как раз-таки трамвай номер 4. Вот здесь проходит, там еще такая реклама 90-х годов. Здание можно видеть из красного кирпича на этих фотографиях. Трамвай номер 4 так вот и шел до улицы 9 апреля. Это у нас улица 9 апреля и она сейчас идет до площади Василевского. По ней также идут трамваи, но на мой взгляд по старым фотографиям трамвайные пути немного шли как-то там иначе. Можно видеть, что перекресток заасфальтирован. За перекрестком и перед ним еще находится старая брусчатка. Как раз-таки она так вот вдали уходит, эта брусчатка. Можно видеть, что 9 апреля имеет с одной и с другой стороны по три полосы. Но здесь также случаются пробки. Расширение улицы 9 апреля можно решить за счет трамвайных путей. Но это все-таки вот историческое наследие и, конечно же, не хотелось бы, чтобы потерялся этот трамвай. Площадь Василевского и как раз-таки с памятником Александру Невскому. Таким же образом отсюда расходились трамвайные пути в сторону Александра Невского. Это вот, куда камера указывает, где у нас церковь видно. Храм Александра Невского. На площади Василевского, так называемой, также сделали кольцо. Раньше там была развилка трамвайных путей. И трамваи ходили, соответственно, как я уже сказал, по Александра Невского. По Александра Невского когда-то ходил маршрут номер 8. Я представляю вам старую фотографию из 90-х годов. Как раз-таки по дальней стороне проезжей части ходил трамвай. Там располагались трамвайные пути. Для меня, конечно, вопрос. Близлежащие дома, они, получается, как-то тряслись от прохождения трамваев или нет. Потому что в Петербурге мне такой опыт довелось пережить. Студенческое общежитие, рядом с которым проходили трамвайные пути, как раз-таки содрогалось от прохождения трамваев. Мы видим, что трамвайные пути были демонтированы и расширили таким образом улицу Александра Невского. Подходим к перекрестку, где Александра Невского пересекает улицу Некрасова. За деревьями можно видеть старые немецкие дома. Дома на Кранцер-аллее, так называемой, бывшей. Так называлась эта улица раньше. Они вот сохранились. Конечно, везде можно видеть металлическую крышу. Место черепичное. Все это было демонтировано. По улице Кранцер-аллее как раз-таки располагались военные казармы. Это была окраина города. Старые немецкие дома, которые были построены, я так думаю, в конце 20-х, начале 30-х годов. Это, скорее всего, тоже были казармы. Это то, что осталось от кольца, куда приходил тот самый восьмой трамвай с Александра Невского. Можно видеть, да, как украсили между рельсами плиткой, сделали тротуар. В принципе, тоже неплохое решение. Да, ну это вот кольцевая развязка. Здесь заканчивалось по Александра Невского, заканчивался маршрут номер 8. А также это было кольцо для трамвая номер 1, который шел по Тельмана. По Тельмана трамваев также не осталось, но там остались рельсы. Кстати, рядом еще было кольцо, можно видеть также слева, соответственно, у нас Александра Невского. И здесь у нас выезд на Тельмана. Год назад Алиханов, губернатор Калининградской области, он выполняет, мне кажется, больше функций для Калининграда, нежели мэр города, который, как бы так, скажем, фактически в своей должности присутствует, насколько я понимаю. Да, здесь можно видеть, у нас развязка. Одна шла в сторону, вот как раз таки, Александра Невского, и другая шла с поворотом на Тельмана. По Тельману мы еще раз пройдем по путям, поговорим по этому поводу. Но вот год назад Алиханов поднял вопрос для того, чтобы для восстановления трамвайных путей на улице Тельмана и запуском трамваев. Двухголовых трамваев до Тенистой аллеи. Рядом построили торговый центр «Аврора». Ну и остались напротив, на Александра Невского, старые немецкие дома. Я так предполагаю, тоже казармы. Вряд ли здесь в конце 20-х, в начале 30-х строили жилые дома. И с Александра Невского мы попадаем на улицу Тельмана, по которой я уже делал репортаж. Можно посмотреть отдельно. Сегодня я рассказываю про трамвайные пути. И мы вернулись на улицу Тельмана. Здесь также проходили трамвайные пути. Посередине, да. Как раз-таки вот к Александру Невскому эти пути уже разобрали. Здесь вот можно видеть остатки этих путей. Опять же, разделительная полоса зеленая. И здесь проходили две полосы трамвайных путей. В одну и в другую сторону. Здесь они расходились, а так была одна колея. И вот она шла по улице Тельмана далее, далее, далее. Вот такая зеленая полоса осталась. Ну, соответственно, понимаете, да, сколько пространства для того, чтобы расширить проезжие части для автомобилей, очень много. На самом деле, данная аллея более приспособлена для того, чтобы по ней ходили трамвая, чем, допустим, там трамвай по улице Черняховского, где не обустроены трамвайные остановки. И выходишь прямо на проезжую часть, и, в принципе, есть вероятность того, что ты можешь попасть под колеса машины. Если трамвай здесь запустят, это будет, ну, вот именно вот этот отрезок, по которому мы сейчас наблюдаем эти старые немецкие постройки. И ездить на трамвае летом вообще будет шикарно. Ну, в общем, все это стоит очень больших денег. Там порядка трех миллиардов рублей для того, чтобы восстановить сообщение, трамвайное сообщение по улице Тельмана. Потому что, ну, вы можете наблюдать, в каком состоянии рельсы находятся. Вопрос этот поднимался, и вот как раз-таки я все время озадачивался вопросом, почему в Калининграде оставили вот эти трамвайные пути и их не разбирают. Почему это так происходит? Ну, вот все-таки есть надежда на то, что когда-то это восстановят. Ну, вернемся в 2004 год, когда там у власти были какие-то проходимцы. Вот. И они как раз-таки лоббировали маршрутные такси по Калининграду для того, чтобы зарабатывать деньги на этом. Ну, то есть, грубо говоря, трамваи они начали упразднять. Сказали, это не рентабельно. То есть, никто не задумывался о том, что из Калининграда можно сделать туристическую зону. Переезд через трамвайные пути на другую проезжую часть. Да, так вот, в 2004 году местные власти Калининграда упразднили трамвай. Очень много трамвайных маршрутов было сокращено практически к нулю. Ну, единственная, наверное, заслуга это то, что вот по Невскому трамвай убрали. Все-таки это правильно было сделано. То есть, надо рационально и логически к этому всему подходить. По улице Тельмана для туристов было бы неплохо запустить трамвай. Это было бы очень хорошо. И вот, что еще хочется добавить. Они пролоббировали. Закупили много маршрутных такси, машин. В общем, открыли фирмы, чтобы люди передвигались по городу на маршрутках. Таким образом, ну, логично, да. То есть, можно больше заработать денег. Можно там какие-то свои маршруты выстроить. Но, таким образом, Калининградская трамвайная сеть пришла в упадок. Многие года не использовалась. Когда что-то приходит в упадок, с нуля начинать это сложнее. Вот. Ну, дай бог, что вот на Тельмана все-таки восстановят трамвайное сообщение. И тогда будет приятно когда-то прокатиться на трамвае. На трамвайчике приятно, да, будет прокатиться, посмотреть в разные стороны. Посмотреть эти дома. Дома, конечно, вот на данном отрезке не очень примечательные. Дальше дома более презентабельные. Здесь, конечно, дома очень простые. То есть, я бы сказал, для... В какое-то время, возможно, здесь и жили не очень состоятельные люди. Но деньги у них имели. Вот. И здесь, да, мы подходим к площади. Здесь как раз-таки трамвайные пути расходились. И вот на площади они дальше шли. Там, опять же, сохранилась брусчатка. Трамвайные пути по Тельмана еще, в принципе, в нормальном состоянии находятся. Это все можно восстановить. Когда-то вот по улице Тельмана ходили трамваи. Здесь также находился один трамвайный путь. И вот он шел так вдоль этой улицы. На самом деле, если трамвай будет, да, вот можно видеть вдоль этих лип, как это будет все выглядеть. Это будет, на самом деле, очень красиво. И ехать на трамвайчике, смотреть на брусчатку. Вот. И вокруг очень много зелени. Мы попадаем на, опять же, такой же типичный, как по Малинау, зеленый оазис, так сказать. Две полуокружности. Между ними проходит улица Тельмана. Один путь. Здесь он снова переходил в два пути. Но вот такая хитрая была задумка. То есть где-то, чтобы трамваи расходились, было два пути проложено. Такая вот, опять же, рациональность, прагматичность, чтобы много рельс не тратить. Соответственно, восстанавливать двое трамвайных путей намного затратнее, чем как раз-таки восстанавливать только один путь, который шел бы как раз-таки по зеленой зоне. И эту зеленую зону можно было бы расширить. Можно видеть, что здесь очень много припаркованных автомобилей на трамвайных путях. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, логично, конечно, оставлять один путь и использовать освободившееся пространство либо для парковки, либо для расширения зеленой зоны. Это было бы просто чудесно, если бы вот здесь восстановили трамвайное сообщение. Запустили трамвай, и вы вот летом могли бы с ветерком вдоль верхнего пруда прокатиться по улице Тельмана. И здесь открывается вид на верхний пруд, начало верхнего пруда. И через улицу Черняховского вниз идет нижний пруд. И как раз-таки посмотрите, по центру проходят трамвайные пути. Ну вот так вот мы выходим к трамваю. Вот здесь прямо через дорогу перебегаем. Это, видимо, никак не упорядочено. Это же нерегулируемый переход. И вот трамвайчик вот так остановился. Выходим на середине, но никакой остановки, да. Вот так это все устроено. Собственно говоря, мы и вышли на клиническую улицу. Она так называется из-за того, что здесь находится больничный комплекс, расположившийся в старом немецком, прусском здании. Как раз-таки, да, эта улица выходила перед Росгартенскими воротами. И здесь также ходили трамвай. Сегодня этих трамвайных путей здесь можно и не увидеть как. Да, здание, конечно, впечатляет своей массивностью. Какие-то имеются узоры. Один из снарядов залетел в стену этого здания. И мы это видели прекрасно, да, что с ним стало. В этом комплексе находится родильный дом. Да, вот по этой улице, по клинической, когда-то некогда ходили трамваи. Прям упирались в Росгартенские ворота. Сегодня это все заасфальтировано. Раньше здесь были вплотную застроено все маленькими немецкими домами. И везде лежала брусчатка. И рядышком мы здесь проезжаем башню Дона с Росгартенскими воротами. По литовскому валу рядом с Кронпринц. В этом здании и об укреплениях старинных, которые напротив через дорогу находятся, я уже рассказывал в другом видео. Через дорогу, где забор, там сегодня стоянка. Раньше там находился так называемый маленький вокзал. Туда приходили поезда. И вот это недалеко от Королевских ворот. С 1987 года парк стал обновляться новыми вагонами чешского производства КТ-4. Поставки которых продолжались до 1994 года. Эти вагоны прозвали гармошками. В конце 80-х, начале 90-х годов, прошлого века, Калининград можно было назвать трамвайной империей. Трамвайная сеть опутывала практически весь город. В 2021 году произошло очередное обновление парка трамваев. Было принято 16 новых низкопольных, двухсекционных трамваев Корсар. Для комфортной и безопасной перевозки пассажиров Корсар оснащен системой пассивной безопасности, системой видеоконтроля и мониторинга дорожной ситуации. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал и ждите продолжения. Всем пока!